здравствуйте уважаемые зрители с вами гримлин серж и все очень плохо его компания тг ринг в полной заднице мы не можем оплатить кредит и возможно совсем скоро наша игра закончится наши игры люди не понимают они выходят не хитовыми мы не делаем action 52 но все равно наши игры не выходят и нас ждет провал но она самом деле на самом деле пока я тут вопил и орал мой сосед немножечко поискал информации и выяснилось и выяснилось а да такая вещь как знаете здесь ситуация получается примерно что-то как сэм 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 приведу пару примеров ниндзя гайден и исчезнувшие бонусы или например черепашки ниндзя и неубиваемый шреддер до борьба с пиратством если ты играешь в игру неофициально не купив ее то ты не имеешь возможности выиграть ты все равно будешь обанкроченным потому что твои игры покупает пирот пираты и официальные продажи становится меньше и поэтому поэтому это будет финальной серии потому что но вы сами понимаете игру я не покупал каюсь 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 но игру я не покупал насколько вы можете помнить у меня было все очень очень плохо я уже с уменьшенным штатом на последнем издыхание делаю игру и нам банк дает уже второй кредит и через две недели мы должны его покрыть иначе все иначе все кредит мне кажется мы не покроем за две недели ваш успех за последние годы безусловно достоин внимания и мы рады официально пригласить вас к участию в самой крупной игровой выставке планеты games 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 также известный как g3 ребят у меня нет денег на g3 имея свой стенд на g3 вы сможете привлечь новых фанатов и подогреть ажиотаж вокруг своей новой игры наши посетители будут рады увидеть вас на выставке ежегодно мы будем заблаговременно связываться с вами по поводу стендер надеемся увидеть вас на g3 администрация g3 напоминаем 950 тысяч и должна через три месяца через три месяца я должен создаем новую игру быстрее для взрослых тематику детектив жанра квест платформа где бы как я где я вечный живой пока вот игровой движок не нужен игра мертвые еще могут жить вот у нас будет такая серия детективных квестов до отлично не покроем бы кредит не покроем бы кредит ребята о боже мой о боже мой ребята все очень плохо давай вылазить из задницы мой многоуважаемый темнокожий друг я чувствую свою смерть баги 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 завершаем что-то у меня есть предчувствие что мне нужно и тебя уволить извини да все очень плохо но вы видите нас притесняет ребят да в итоге если игра не куплена мы не сможем уйти дальше потому что прошлый раз я кажется у меня здесь были ситуации еще лучше но в итоге я там запоганил именно игру тем что слишком не разбирался в мелочах там какой небольшой стенд за 80 тысяч ты чё нет я никуда не пойду ну и все ребят мы только что получили подтверждение информации что компания TGR которая последнее время испытывала финансовые затруднения объявила о банкротстве судя по всему все активы компании были скуплены Electronic Mass Production гигантом игровой индустрии представитель Electronic Mass Production сообщил мы очень рады что приобрели права на все ранее выпущенные игры от компании TGR Inc многие поклонники компании TGR Inc выразили свое недовольство этой новостью здесь ваш путь завершается вы можете загрузить сохраненную игру перезапустить этот уровень или начать заново перезапустить уровень добро пожаловать в новый офис теперь когда у вас так все все хорошо у нас в мире где все мертвы TGR Inc новички в игровой индустрии но мы будем с нетерпением ждать чего они порадуют нас в будущем в этот раз я буду менее расточительным и не буду спускать деньги на всякие авантюры вот пока что у нас все очень классно да все это мы читали в итоге мы начинаем с нашего переезда в офис и вот даже если мы возьмем историю игр то последнее это вот после коняшкиных невзгод вот но зато мы не сделаем наших похитителей коров так в итоге исследование я думаю мы должны нанять себе всего лишь одного человечка и вдвоем делать то что мы можем делать в новом офисе уже спокойно хорошо давайте одного наймем сложные алгоритмы зарплата от 30 от 30 да и 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 проверенную киберпанк ролевые будем пекарями знаете будем пекарями на нашем игровом движке игру мы назовем мир анти блин мне нельзя тире ставить ай ладно анти прогресса с прогресса с двумя с все поехали да это ролевые линейные сюжет геймплей повышаем движок уменьшаем поехали ммм вот так сделаем ну пойдет я думаю нет давайте вот так вот правим баги ну неплохо 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 и выпускаем игру и пока что исследуй нам нет нам нужно провести анализ ну так ну так посредственно займись анализом игры пожалуйста да гавадором закрылся они не смогли купить движок неважный аспект игр такого жанра исследования маркетинг изучаем маркетинг я думаю что если мы не потратим 50 тысяч нас потом просто обворуют и мы потеряем еще больше так и я думаю создаем новую игру игра номер 10 мы выберем тематику научная фантастика жанр ролевые будем делать то что умеем и назовем ее мир номер 10 вот вот почему нет платформу давайте на гиммелинк попробуем а лицензию ну давайте на надо гиммелинка надолго застрянет пробуем движок нам не нужен все линейный сюжет в ролевых ладно давайте сэкономим на обучение искусственный интеллект диалоги зато дизайн уровень по 8 вот точно 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 звук давайте сделаем базовый у нас же есть маркетинг журналы демо версии давайте попробуем 150 тысяч а давайте попробуем нагнали ажиотажа завершаем но в итоге вот это вот защита от пиратства не даст нам ну да оценку ну ладно оценки нормальные нет не нормальные анализ игры давайте займемся обучением исследование что мы можем на изучать на 20 мы можем по изучать на 20 мы можем по изучать на 20 вот средние игры так он занимается у нас обучением изучи мне пожалуйста новую тематику постапокалиптика значит будем пекарщиками будем делать игры на пк так это он нам про издательство втирает но я думаю мы слишком слабы для издательств давайте обучаться заставьте меня думать исследование дает геймдизайн для пиратов вот давайте самородки гейм а у нас очков нет ладно все понял создать новую игру ну давайте попробуем среднюю сделать ну ладно последняя надежда этого мира для взрослых постапокалиптика жанр ролевые выберем платформу ну пока у нас не вышло супер тест я не вижу смысла да 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 ладно давайте попробуем вложиться так так я сюда ты сюда и сюда поехали поехали и и и искусственный интеллект диалоги дизайн уровней так ладно я ухожу на дизайн уровней ты уходишь сюда и сюда в напряг мы работаем ребят в напряг а у нас же маркетинг есть маркетинг ну давайте как всегда журналы и демо версии попробуем на графику иду я сюда ты ну ладно возьму на себя больше ну и давайте монозвук сделаем сказал не буду распинаться а сам вот чем занимаюсь спуская деньги на маркетинг но это должна быть сильная игра так это венолазис я не хочу на венолазис ничего делать я не вендофил вот но зато мы очков исследования много подняли так давайте простые видео вставки изучим и ну в итоге мы делаем посредственные игры займись анализом пожалуйста не не понимаете когда я узнал что я не смогу все равно выиграть играть как-то антуража вообще ажиотажа у меня пропало не хочется этим заниматься выпущенное если у вас меньше ста тысяч фанатов в этой ситуации выгоднее воспользоваться услугами издательства чтобы привлечь внимание игроков ну ладно понял исследования будем заниматься ролевыми и ладно давайте уж наймем еще одного примеры своих видеоигр и тридцаточка чтобы чтобы втроем потому что вдвоем мы не справляемся со средней игрой так ну я думаю тот у нас синий вот этого мы наймем за ту же самую сумму она хочет точнее она делает лучше так и у нас еще есть немного исследований ладно тебя отправим мы в отпуск и готовься такая исследование новая тематика романтика о будем делать визуальные новеллы с открытым миром нет исследование за 60 ладно пока деньги есть так и что же ты нам принесешь транспорт не то есть если я решу создать новую игру то есть вы хотите чтобы мы найти издательство попробуем поработать комедии не исследовано нло любое жанра на не инвента не хочу казуальные не хочу ну на издательство здесь все идет все очень плохо ладно пробуем сделать свою игру малых размеров для взрослых выберем я же должен был изучить а я только вот сейчас создать новую игру малым выберем тему романтика выберем жанр симулятор ну вы же понимаете да что ладно квест выберем ну что симулятор ладно рискуем для взрослых игра у нас будет называться упавший упавший цвет розы да будем заниматься фиг пойми чем так обучение не нужны линейный сюжет не нужен сохранение не нужно ладно линейный сюжет сделаем так это у нас квест сюжеты геймплей движок ммм девушка беремся небес дорого и не вода так и так нам нужно очень много обучаться поэтому каждый у нас пройдет такой вот семинар а я могу 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 все мы потестили все отпускаем все очень плохо у нас ребята ну мы попали в аудиторию в принципе что там у нас с издательством electronic mass production тайны казуальные не исследованы тайны комедия не исследована не исследована закон любая тем минимальная так ну давайте попробуем подписать контракт сделаем мы конечно же транспорт сделаем симулятор на тесну с игровым движком нашим для всех и назовем проржавевший вот вот так вот проржавев наверное я написал правильно поехали так это у нас симулятор нам нужно вот так вот нужно так сюжет нам не нужен обучение в игре и сохранение на движок давайте вот так вот потратимся так я пойду конечно же на геймплей ты как у нас дизайнер пойдешь сюда ты пойдешь на конечно же у нас есть маркетинг давайте сто сто пятьдесят тысяч отвалим за так нам нужен интеллект давайте вот так вот диалоги на минимум ты у нас пойдешь на диалоги ты пойдешь у нас на интеллект ну ладно я займусь дизайном уровня так звук дизайн мира так на графику на графику нужно тебя пускать ты у нас дизайнер ты у нас тогда пойдешь на сюда а я сюда вот так как мы много исследований ты наворотили ребята сейчас будем новый движок делать да это они супер тесс выпускают заверш а баги я забыл про баги так выпустить успешную игру но я еще не выпу ладно мы оправдали заказ издателя да ладно вы посмотрите на правы посмотрите на продажи вы посмотрите на продажи но мы все равно не получаем денег ладно будем работать на пап найти издательство на вена оазис нам нужно сделать авиацию казуальную чё-то вы слишком о минимальная оценка шестерочка научная фантастика квест давайте попробуем почему нет я даже готов среднюю вы выбрать платформу а давайте вену оазис сделаем так это у нас научная фантастика квест красная нить миров пойдет нет давайте для всех все таки сделаем так и знаете забавный квест это у нас квест линейный сюжет обучение сохранение ладно оставим сюжет квесты и сюда сюда геймплей на минимум тебя а тебя сюда все поехали так диалоги на диалоге готов я пойти на дизайн уровней пойдешь ты у нас она искусств искусственный интеллект ты всем давайте я не знаю зачем нам еще исследование ладно давайте так гейм-дизайн для пиратов согласиться при создании виде многим нашим читателям любопытно узнать как принимается решение при создании видеоигр и как в компании определяется приоритеты процессе разработки ваша новая игра это проект но на тему научная фантастика в жанре квест не могли бы вы рассказать нам что требуется больше внимания в таких играх сюжет квест или конечно же сюжет и квест спасибо за уделенное время но в итоге да мы заявили что научная фантастика квест это прежде всего сюжет и квеста заявляет основатель компании серж другие разработчики игр судя по всему с этим согласны ресурсы любого проекта ограничены и очень важно правильно их распределить так в итоге ну на графику нам нужно до нашего дизайнера пускать так ты пойдешь у нас на а все у нас так и есть да ну ладно давайте на звук чуть чуть побольше и на дизайн мира пустим вот по максимуму поехали босс похоже довольно много игроков используют пиратские копии проживших нам удалось выявить некоторых из них мы можем подать на них суд чтобы защитить наше авторское право или отправить им предупреждение потребовав прекратить давайте подадим в суд уже бегу так вообще давайте посмотрим на список сотрудников у нас 300 300 так весли брайн тебя нужно прокачивать прям по серьезке ну давайте маркетингом займемся в журналах статьи опубликуем и в итоге да пиратство становится серьезной проблемой для игровой индустрии некоторые компании выделяет все больше средств на борьбу с пиратством другие же предпочитает относиться к нему философски и вместо этого вкладываться в разработку хороших игр мы потеряли две тысячи фанатов но выиграли суд и получили двадцать тысяч мне сказали две тысячи фанатов а не шесть тысяч вы чё так баги исправили все завершаем ну смотрим удачного баланса можно заметить если здесь проскакивает десяточка значит будет что-то высокое я думаю нам нужно так ты займешься анализом ты займешься анализом а ты займешься у нас исследованиями у нас много очков исследований давайте мы так вот давайте 3d графику начнем осваивать ладно мы подняли бабла ребят мы подняли бабла фанаты с нами купились а это то что типа понял помню но мы то знаем что в итоге вони сделает вони playstation так мы подняли очень нехилого бабла и сейчас давайте до исследуем так редактор уровней не нужен нам наверное улучшенный опыт взаимодействия будем заниматься рпг шками у нас это хорошо получается обучение нет не нужно мне обучение ты давай мне исследования потом развитие персонажа а ты сержик у нас исследуй улучшенные диалоги так ее нужно бы отправить в отпуск антона уже сейчас мы забабахаем новый движок ребят коль мы тут уже 2 миллиона сделали себе красная нить миров мы полтора ляма продажи сделали и все окупилось ребят все окупилось видно это не финальная серия исследований давайте новых тематик поизучаем блин мне не нравится ладно давайте комедию изучай ты у нас изучай или редак нет редактор уровней так себе приобретения средневековье отлично будем делать сейчас тратежки так ты идешь у нас в отпуск целый лям мы сделали на тессе так ты у нас тоже отправляйся в отпуск ты обучение нужно ли нам обучение я думаю нет давай начнемся новым движком создать новый движок мы его конечно же назовем ну пожалуйста блин создать свой движок мх ком версия 2 ох сейчас мы затратимся ну ладно 300 тысяч не так много беда в том что я сейчас один буду это очень долго делать но 3d графику ребят изучать надо сами понимаете очень скоро воне сделает бомбу ну не плохо так идем так давайте ладно будем заниматься с издательствами комедии симулятор еще лицензию приобретать минимальная оценка 8 нет мы не сделаем восьмерку мне кажется а вот тут это почему нет давайте попробуем или давайте вот вот давайте сюда поехали это игра у нас 15 симулятор давайте выберем тематику но если это симулятор то давайте конечно же выберем транспорт игровой движок вк ком 2 сейчас мы им покажем для всех да для всех это у нас будет у нас огненный поворот огненный поворот поехали сделаем 3d графику я думаю надо начинать так геймплей на геймплей мы пустим ну наверно тебя на геймплей мы пустим сюжеты квест сюда так простые видео ставки мы сделаем обучение в игре развитие персонажа ладно оставим улучшенный опыт взаимодействия линейный сюжет давайте уберем вот все простые видео вставки поехали ладно 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 на движок я тебя а ты пойдешь на где вот ты сюда все поехали у у у у улучшенные диалоги нам не нужны в симуляторе гонок так ты у нас здесь давай ты немножечко вот диалоги нам не нужны а вот интеллект интеллект я думаю здесь потребуется и на интеллект пойду я, а ты пойдешь сюда ленивая наша задница я не знаю зачем я тебя держу дизайн мира открытый мир нужен ли он давайте сделаем открытый мир монозвук так ты у нас пойдешь на сюда на звук ты пойдешь на графику все поехали а точно маркетинг давайте вложимся в маркетинг будем надеяться что новый движок у нас окупится но у нас игрушка будет стильная 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 ну что давайте выпустим игру узнаем что она там может и я закончу серию на этом огненный поворот семерку мы сделали я даже наверное видно слишком сильно постарался потому что от нас требовалось не меньше четверки сделать ну знаете сейчас мы просто возьмем и забабахаем обалденную штуковину так исследование ну давайте 2д граф а у нас нету столько очков редактор уровней ну и давайте новые тематики потому что очень очень тайны вот давайте исследуем игра в смысле в смысле игра не оправдала ожиданий вы че мне кажется или мы поднимаем большие деньги ладно 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 давайте потратим все на новые тематики гонки вот исследование новая тематика виртуальные животные давайте будем делать симуляторы виртуальных животных и ужас ужас во 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 началась жаришка блин ребят мы делаем крутые деньги уважаемая глава компания ваш успех за последние годы безусловно достоин внимания так ggg ладно сейчас я буду сейчас мы сделаем хоррор создать новую и давайте для взрослых среднюю игру и и назовем ее обезглавленный обезглавленный демон почему нет выберите тематику ужасы выберите жанр ну вероятнее все это квест будет у нас платформу но я точно не хочу на гиммелинк делать это сделаем на супертес игровой движок мх ком 2 поехали Нет, будем продвигать 3D графику Так, это у нас квест Линейный сюжет, простые видео вставки Сохранение, обучение в игре Не надо, развитие персонажа Тоже не надо Слишком это дорого стоит Сюжеты квест Геймплейна Ну и давайте, наверное Вот так вот сделаем Блин, я сказал, что я собираюсь заканчивать серию Но нет, я почему-то продолжаю делать игры Ладно, сделаем еще одну игру в этой серии Так, улучшенные диалоги И, конечно же, диалоги, которые я возьму на себя Интеллект здесь не нужен Ну и все, мне в принципе нравится Поехали Мы практически лям огненного поворота продали И лям подняли Так Ну в принципе, в принципе, в принципе Открытый мир здесь не нужен Все, поехали В отличие от моих ребят У меня-то усталости нету Поэтому я могу Себе позволить И перегрузку Так, давайте возьмем За 500 тысяч Нет, давайте небольшой стенд Сделаем себе Не будем звездиться Маркетинг, конечно же Ну ладно, завершим Кто-то украл данные нашей кредитки Ладно, 9 тысяч Не так страшно Ладно, давайте узнаем Как выйдет наш обезглавленный Обезглавленный демон Ох, сколько у нас вкусняшек Для исследований Все Игры, которые мы делаем самостоятельно Они не проходят Ну это игровая выставка G3 у нас получается И мы с ней Мы были на ней С обезглавленным демоном И на наш стенд Пришло 50 тысяч человек В этом году Мы не попали в топ 100 На выставке Как только ваша армия пополнится Я уверен Мы будем в топе Ну ладно Давайте сейчас узнаем Как у нас все пройдет Мы пока что займемся Анализом игры Ты у нас займешься Исследованиями Так Улучшенный Нет, давайте Вот мультиплеер Плейсистем Да Сегодня Вони анонсировал Свою консоль Под названием Плейсистем Судя по всему После разрыва С Нинвента Компания полностью Переработала Ранний портатим Плейсистем Новая Плейсистем Оборудована Сиди-приводом И 32-разрядным Процессором И принадлежит Исключительно Вони Пожалуй Это действительно Можно считать Началом нового поколения Консолей Заявляют профессионалы Нинвента От комментариев Отказалась Плейсистем Появится на рынке Через 2 месяца Так А мы пока что Подготовимся К эре Плейсистем Так Ну давайте Смену дня и ночи Изучим Или давайте Подкопим На Разветвленный сюжет Да Лучше давайте копить Пока что У нас есть Чем заняться Похоже Продажи игры Безглавленный демон Упали значительно Ниже ожидаемой Отметки Игра была Встречена неплохо Но кажется Выбранная платформа Не слишком популярна Среди целевого Аудитория О Сиквелы Исследования Сиквелы Стоят Двадцатку Отлично Отлично Сейчас мы Бомбанем Сиквелом На Плейстейшн В 3D Отлично Да Я понял Свою ошибку Я понял Игра могла бы Выстрелить Не в поставье Для взрослых Ну ладно Давайте на этом Я закончу Серию С вами был Гремлин Серж Мы опять Тратим деньги Непонятно на что Но это весело Пишем комментарии Ставим лайки Переходим на Таурус Гейминг Ревайвал Смотрим Других Летсплееров Подписываемся На канал Ну и Еще есть у меня Свой канал Гремлин Серж Переходите Посмотрите Может быть Понравится До свидания